всем привет друзья с вами снова александр и залим всем здравствуйте и мы залимом сегодня будем сделать такой небольшой сравнительный обзор двух колясочек от компании cybox я сегодня вам расскажу и покажу колясочку и здесь плюс 2 а залим а я вам покажу cybox busy вот я не так давно все на канале спрашивал хотите ли вы из такой вот сравнительный обзор лоб в лоб вы захотели соответственно мы залимым делаем я сейчас сейчас расскажу в двух словах технические базовые характеристики потом их рассказали и продолжим cybox немцы кто кто забыл гарантию дают год полноценный нормальный гарантийный год 7 из 7 килограмма весит у нас и здесь плюс 2 наклон кстати здесь на 125 175 вполне себе хороший результат обе колясочки плюс-минус с полугода можно эксплуатировать если что самая широкая часть у колясочки и здесь плюс 45 сантиметров поэтому вы везде заедете все хорошо и где-то до 4-5 лет можно катать то что она выдерживает 22 килограмма что с бизе у сайм cybox busy ну естественно это тот же производитель в этом немцы также гарантия будет один год здесь угол наклона спинки регулируются от 130 градусов и до 175 и рассчитан также примерно до 4 5 лет возраста ребенка также так как также рассчитан до 22 килограмм максимальная ширина колесной базы 43 сантиметра у этих колясок более широкое положение именно по передней части так начнем сверху вниз непосредственно с ручки здесь сразу же появится основное большое отличие потому что у изи с плюс ручка выполнена в такой толстой качественной эко кожи которая реально с годами хорошо себя показывает все хорошо с хорошей ровной прострочкой хват приятный ручка кстати она никак не регулируется ни телескопически не по наклону у cybox busy тоже очень практичный материал используется это спины спины резина материал мягкий также не регулируется высота сразу скажу здесь от пола до ручки сто шесть сантиметров у cybox easy на один сантиметр ниже 105 сантиметров и ручка у busy она чуть-чуть потолще для тех кто любит ручку потолще здесь ручка понравится я думаю больше так что касается материалов сразу скажу за обе коляски потому что материал у них абсолютно идентичный они с пропиткой во влагу держит не то что час будете под ливнем она в итоге конечно промокнет но влагу отталкивать будет долго вот ткани типа джинсы да я так полагаю что туда напоминает да и ткать тактильно приятная что касается козырька механизм здесь у нас регулировки тихий и там тоже абсолютно бесшумный по длине здесь у нас три секции вот такой вот у нее размер да у cybox busy тоже три сплошные секции без окошка ну и отметил бы что чуть чуть меньше закрывает ребенка чем easy у easy тоже нет окошко если что смотрового здесь нет никакого так давай теперь посмотрим на сиденье и сразу по сиденью здесь и в бизе используется хороший достаточно толстый наполнитель они мягенькие в дальних таких прогулочках будет классно и плюс в обеих моделях как вы видите и под попой и спинка выполнена таким дышащим материалом чтобы меньше прел ребенок и потел а что касается безопасности давай начнем что касается безопасности здесь используются пятиточечные ремни которые регулируются как по длине так и можно отрегулировать высоту плечевой зоны очень легким движением замочек стандартный здесь не надо ничего складывать по отдельности фиксируем левую и правую частью замочек ну и отметил бы что здесь используется бампер бампер пластиковый очень практичный материал приятный тактильно пластик и откидывается соответственно калиточкой чтобы можно было легко усадить ребенка что касается и извините сразу добавлю что накладочки имеются на плечевой зоне но нету в паховой области соответственно паховой зоне здесь есть мягкая накладочка там нет вот такое тоже отличие по бамперу здесь абсолютно идентичная ситуация точно же такой же бампер также регулируется также в пластик и ничем не обид так что касается подножек здесь соответственно у нас тоже есть подножечки регулируются они вот у изи вот кнопочка по бокам и опускаем там соответственно сайбекс бези тоже идентичная система то есть нажимаем с двух сторон кнопочки опускаем в опущенном положении есть полочка полочки что у изи что у бези широкие и ребенок сам когда будет залазить есть на что облокотиться встать в общем с этим проблем нет так я предлагаю сейчас посмотреть их горизонтальном положении и заодно и посмотрим разницу в способе как раз таки опускание крепежа спинки вот ремнем здесь у меня здесь получается уберем отсюда бумажку как это происходит здесь такой рычажочек и оттягиваю и она она пошла вниз что там у сайбекс бези спинка регулируется тоже ремешком но совсем другая система здесь зажимаем кнопочку фиксатора и насколько нужно насколько опускаем после чего соответственно спинка примет такой же угол и сразу же отмечу чтобы поднимать спинку здесь необходимо уже использовать две руки так как надо одной рукой удерживать колечко а другой рукой подтягивать фиксатор чтобы спинка поднялась она опусти сейчас давай посмотрим здесь у нас получается абсолютно идентично 175 градусов 175 градусов ребенок лежит одинаково и что касается подъема спинки залим там уже показал визе мы просто сверху тянем за один ремешок не нужно двумя руками ничего делать так и можешь поднять и как раз таки я не знаю на видео удастся увидеть людям или нет но здесь небольшая разница в углу угле наклона 125 у нас в изис плюс до 130 градусов в сайбекс безе то есть заявлено чуть чуть больше угол ну да визуально скорее всего эти 5 градусов очень сложно их увидеть ну мне кажется это еще в пределах погрешности можно так это сказать так здесь есть возможность технически если что вдруг вам это будет необходимо вот эту заднюю стенку снять но под ней уже не будет никакой москитной сетки там какая ситуация с айбекс безе абсолютно такая же система то есть все плотно закрыто если мы отстегнем тыльную часть обивки то будет просто сказано отверстие без каких-либо сеточек в этом плане тоже все очень похоже так давай теперь посмотрим про колеса напомним не диаметр колес я подзабыл усы и бакс is и передние колеса диаметром 17 сантиметров задние 21 сантиметр у сайбекс безе на передние колеса 14 половиной сантиметров задние колеса 16 половиной сантиметров то есть колеса в бизе очевидно ну как вы видите поменьше но с хочу сразу насчет этого добавить свое слово как показывает практика вот и здесь плюс она как бы чуть больше заточена для плохих плохих дорог но практика показывает что и безе едет также хорошо по тем же самым дорогам как и изи поэтому вот в этом отношении я думаю плюс-минус паритет да ну за счет чего за счет того что у них абсолютно одинаковая система амортизации на каждом колесе то есть пружинная система позволяющие сзади соответственно амортизировать спереди соответственно система анти шок вот закрыть глаза ехать вообще никакой райц и вы не почувствуете так и друзья мы еще решили залимом мы не данные из каталога будем брать рулетку непосредственно в руки возьмем и замерим полный размер непосредственно сиденье замерим его длину и ширину по длине изи с плюс у нас 84 сантиметра по ширине у нас получается секундочку ну практически 34 до не 33 наверно до 33 33 вот что у нас в везде замеряем нас получается 70 всем здесь почти натяжкой 79 там почти чуточку не хватает по ширине ну 32 наверно с половинкой 33 с натяжкой на 32 смело вот собственно вот такая вот наглядная разница по багажнику друзья по шоссе уже мы сказали что все окей все одинаково практически но единственная разница у нас в багажнике у бизе насколько помню он просто немножечко шире у изи он немножечко уже ну объем действительно очень очень схож у них разница минимальная по размеру багажник абсолютно да по моим тормоза у них тоже одинаковые мы оба раза тормозим непосредственно нажимаем сверху и также сверху и там и до снимаем с тормоза так наверно пришло время их сложить посмотрим на них сложном виде или мы что-то еще не сказали вроде да давайте сюда добавить уже нечего так к что нужно чтобы сложить для складывания коляски необходимо будет нажать две кнопочки на ручке и отжимая есть возможность одной рукой сложить коляску сложном виде коляска выглядит вот таким вот образом подтягив опуская подножку и зафиксируя соответственно есть мои у нас есть возможность отдельно зафиксировать еще и вот эту часть текстиля чтобы было так более компактно чтобы он не касался земли он его ведь оттягивает и дамы там текстиль чтобы не не касался пункт да здесь на кнопочки там липучка да помда тут на ли да здесь на липучке вот собственно до размеры очень схожи особенно по высоте и по ширине по толщине вот опять таки чуть-чуть изи побольше на мой взгляд ну да тут можно по колесам мерить или парами но если по колесам поверить тут получается где-то 34 тут у нас тут у нас получается нет и безе чуточку поменьше на 30 до виде поменьше да по высоте плюс-минус одинаково ну собственно друзья мы все что хотели за ним вам вам рассказать рассказали добавить уже нечего что касается комплектации дождевик по моему у изи да и убить и точно так же дождевик входит в комплектацию но многие родные комплекты ну комплектующие отдельно можно докупить сумочки подстаканники и все остальное до выбор больше на самом деле аксессуаров я не причем очень классные качественные так собственно друзья я надеюсь всю информацию что мы хотели донести 2 до вас донесли если у вас остались вопросы смело пишите в комментарии мы обязательно на них ответим вот а мы лишь заливом хотим пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка и удачи на дорогах всем пока всего хорошего